Лео рисует? Берем, ребята, кисточку, мочим ее в воде и рисуем поэтапно цыпленка. Обязательно, кисточка должна быть чистая и мокрая. Какого цвета цыпленок, я думаю, мы все знаем. Да, он желтый. Возьмем желтый цвет и нарисуем кружок. Но не очень большой. Вот такой кружок. И закрасим его вот такой маленький. Ну, относительно всего листка он небольшой. Это тело цыпленка. А голова у него будет побольше. Голова будет вот такая. Тоже рисуем желтый кружок. И закрашиваем его желтым цветом. И получается у нас классный цыпленок с телом. И даже мы можем нарисовать ему хвостик. Раз, два, три. Как петушок уже. Ну, пока он не петушок. Это только цыпленок. Но очень здорово у нас получилось. Маленький кружок, большой кружок. И три мазка, хвостик. Дальше. Дальше что? Берем дальше оранжевый цвет и рисуем лапки ему. Рисуем одну лапку. Вторую лапку. Так, считаем. Один, два. Это легко, ребят. Один и два, это две лапки. Тут же нарисуем ему сами лапки. Вот такие вот коготочки. Раз, два, три. И четыре. И получается лапки. Он ходит на лапках так. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Как и я. Как и я. Рисуем же оранжевым такой треугольный клювик. Клювик это носик. Да, носик, но только у птички. Смываем кисточку и берем красный цвет. А зачем красный цвет? Для тем, чтобы мы нарисовали красным цветом хохолок. А понятно, это курочка или петушок? Непонятно. Никто не знает, петушок это или курочка. И мы рисуем маленькие точечки сверху. Один, два, три, четыре. И внизу еще одну. И получится у нас почти петушок, почти курочка. Никто не знает, что же это такое? Курочка или петушок? Курочка или петушок? Никто не знает, ребят. Смываем кисточку и рисуем нашему цыпленку крылышко. Крылышко мы рисуем оранжевым. Вот так вот. Раз, кружочек. А также нужно рисовать еще и глазик. Да, смываем кисточку, берем черный цвет и рисуем маленькую точечку. Это глазик. Все, мы все нарисовали. И получился классный цветочек. Не цветочек, а цыпленок, Лео. Ну да, классный, классный цыпленок. Классная курочка или петушок? Ребят, смываем кисточку и нарисуем несколько дополнительных элементов на нашем рисунке. А что это будет? А будет это трава. Потому что цыпленок у нас гуляет по траве. И мы нарисуем несколько мазочков снизу. Мы нарисуем ему траву. А как ее рисовать? Вот так вот долго? Да. И каждый раз можно говорить. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Да. Когда мы рисуем такие вот мазки, мы можем говорить. Тяп-тяп-тяп. Ляп-ляп-ляп. Нам сразу веселее и интереснее становится рисовать. Эх, цыпленочек. Здорово у нас получилось. Я думаю, у ребят тоже получилось здорово. Обязательно, ребят, смойте кисточку и дайте ей высохнуть. Приходите к нам, Лео рисует легко найти на ютубе и в инстаграм Да, всегда новые рисунки для малышей и школьников Есть много пейзажей, есть много животных И есть очень много веселых разных рисунков, которые вы можете нарисовать с нами Хорошего настроения, хороших рисунков И до новых встреч, пока-пока